Пауля Скрачёвас. Немножко расскажу о себя. В принципе, я программируется в соцсерве с небольшим опытом. Ну и в принципе, больше про меня нечего интересного рассказывать. Поэтому этому санадуаться не буду. Буду еще сказать, что на проекте я работаю на Salesforce, Java. Ну и нравится мне Angular. Ну и всякие новые штучки. Такие реактивное программирование. Я очень рад, что оно появилось в Java. И очень его удобно использовать стало в принципе. Что ожидать от презентации? Я расскажу немножко, что такое реактивное программирование. Реактивные системы. Расскажу про проект Spring Reactor. Что, зачем и чем его едят. Про Spring Web Flags. То есть это все новые фичи пятого спринга. Ну и покажу примеры использования. Есть такой документ Reactive Manifesto, который описывает, что такое реактивные приложения, реактивные системы. И в котором описано, что реактивные приложения должны быть отвечать на респонсы за адекватное время. Быть отказоустойчивыми. Они должны быть, как называется, message-driven. То есть под message-driven надо понимать, что в реактивных системах дата процессится как стримы. И то есть надо мыслить так, что когда проектируешь, программируешь реактивное приложение, что дата может получаться из всего, что может со всех авантов, которые могут случиться, или допустим что-то измениться. Это могут быть клики мышкой, HTTP-запросы, нотификации о доступности, или там нотификации о изменении какой-то переменной, или там новые данные от термометра, допустим. То есть, когда мы начинаем мыслить реактивно, наше приложение становится асинхронным по своей сути. Также в реактивных приложениях надо, когда это, я думаю, что многие из вас уже стыкались с Java стримами, и надо понимать, что дата течет по нашим алгоритмам, и мы уже что-то с ней делаем, как будто наш поток данных идет по трубе, и мы в каких-то моментах ее трансформируем, перенаправляем, объединяем какие-то потоки. И в реактивных приложениях стараются скрыть сложность многопоточности, чтобы был легко читаемый интерфейс, используемый интерфейс, который повысит продуктивность нашего приложения. Если сравнивать императивные и реактивные приложения, то реактивные приложения сложнее проектировать, сложнее с ними работать, но зато они выигрывают на проектах с ограниченными возможностями hardware, потому что реактивный подход более эффективно использует доступные мощности, менее загружает процессоры, более эффективно работает с памятью, и это, в принципе, не тема доклада, но дополнительно можно об этом почитать. Что такое реактивное программирование? Реактивное программирование — это парадигма, которая заставляет нас писать и проектировать вот эти вот реактивные системы. Три ключевых слова встречаются на всех статьях, которые описывают, что такое реактивное программирование. Это асинхронность, это нонблокинг и это бэкпресс. Но если с асинхронностью и нонблокингом, я думаю, большинство знакомо с этими понятиями, могу повторить, что асинхронность — это выполнение задач, которые не зависят от выполнения предыдущих задач, не зависящие от главного потока программы. Нонблокинг — это выполнение каких-то процессов, которые не блокируют наш главный поток. И если он не может получить или отдать ответ сразу, тогда он просто возвращает ошибку и ничего не делает. Ну, бэкпресса — это что-то более свежее понятие. И если легко постараться его объяснить, это, допустим, у нас есть какой-то консюмер, допустим, телефон, и он хочет получать данные с сервера. Но в связи с плохим соединением интернета он не успевает обрабатывать все данные, а сервер все продолжает сладь и сладь. И вот бэкпресса — это возможность консюмеру сказать, что я не справляюсь с таким потоком данных и сказать, что шли мне меньше данных просто. Примерами бэкпресса может быть, ну, вот, допустим, как я говорил, мобильное устройство с маленькой пропускной возможностью. Расскажу немножко о реактивных стримах. Реактивные стримы — это спецификация, которая появилась в Java, которая стандартизирует реактивные подходы в Java. До этого разрабатывалась библиотека RxJava, потом Spring начал работать, точнее, пилотал. И это все предпринялись попытки, чтобы стандартизировать, и была описана эта спецификация, в которой описаны минимальные интерфейсы, именно паблишер, сабскрайб, сабскрайбер, процессор и сабскрайбер. И методы для обработки асинхронных потоков данных. Из самых популярных реализаций этой спецификации в данный момент являются RxJava 2 и React. Они схожи, они могут работать друг с другом, но при выборе какой-то из этих реализаций надо знать, что реактор, и в частности, Spring, 5-й Spring полностью перешел на Java 8, так как Java 8 становится стандартом де-факто в Java приложениях, в то время как RxJava 2 использует Java 6. Ну и здесь те, кто разрабатывает на андроидах, должны все-таки выбрать RxJava 2, но если проект нацелен использовать по максимуму возможности Spring, тогда реактор здесь нам поможет. Для наших примеров мы будем использовать Spring Boot 2, проект Reactor 3, Spring Boot 3, Spring Boot 3, Spring Boot 3, с NETI под капотом, нужна нам будет реактивная база данных, будем использовать MongoDB, и наша реактивная реализация Spring Boot 3 для Mongo, расскажу немножко о springboot втором как я уже говорил спринг спринг и спринг 2 поддерживает только 8 и выше java во втором спринг-буте они поеводил досконалов некоторые плюшки для программистов а именно актуатор для логинга и для мониторинга всякие плюшки все защитил включая и актуатор и даже статические ресурсы и главная плюшка 5 спринта это поддержка реактивности и поддержка наших но но скейных баз данных что же нам предлагает реактор реактор решил сделать реализовать реактивщину в чале чтобы она была во-первых удобно читаем и чтобы можно было компонировать какие-то отдельные асинхронные выполнения также в реакторе огромное количество операторов для того чтобы управлять потоком данных которые проходят через наши алгоритмы нашего приложения где мы можем объединять потоки фильтровать какие-то данные и ничего не произойдет пока мы не подпишемся на нашего паблишера увидим дальше который который о котором я уже говорил то есть эта возможность консюмера сказать продюсеру чтобы он отправлял меньшее количество информации с которыми консюмер будет справляться и и также есть такая плюшка реактивного программирования как холодные потоки и горячие то есть в первом случае продюсер будет отправлять данные и продюсировать данные независимо от того будут будут у него подписчики или нет и если подключиться какой-то новый подписчик тогда подписчик начнет получать данные с того момента как он подключился другом случае продюсер будет не будет ничего отправлять и производить никаких данных пока не будет оформлена подписка на него реактор реакторе описано два реактивных типа данных это флагс и моно флагс производит от нуля до бесконечности поток данных и моно это или ноль или один элемент опять операторах которые покрывают огромное количество сценариев и вот этот удобно читаемый компонируемый код те кто уже работал с джавичными стримами то в принципе здесь достаточно все понятно мы можем трансформировать какие-то данные мы используем возможности 8 джава и передаем функции которые будут выполняться мы можем фильтровать наши данные и говорить ему что делать при получении следующий следующего элемента и опять же ничего этого не случится пока мы не подпишемся что такое баб флагс это mpc с реактивщиной под капот и почему пайвотал решил нам предложить спринг веб флагс поэтому мне вот как начинающему программисту и я выбрал джаву и мне когда я учился это было обидно когда мой ментор джавичный говорил что лучше бы ты шел на фронтенд учил джаваскрипт но джиас сейчас выигрывает при том что он работает в одном потоке но асинхронные и донблокинг дополнения вывела на более высокие позиции но у джиас и вот в принципе так как в джаве тяжелее тяжелее вводить новые новые изменения в связи с 20-летней историей и так же как в новой джаве ввели модульности много чего точнее все пришлось переписать и поэтому новинки например такие как джавичина приходят пришли позже и целью веб флагс было предложить нам джавичным инженером строить нонблокинг асинхронные приложения чтобы по крайней мере не упускать позиции я думаю большинство из вас кто стыкался со спрингом знакомы такой стак технологии где у нас есть контроллеры это спринг mbc стак в котором мы описывали контроллеры мы работали сервлет API и это все крутилось и закидывалось контейнер том кат gbos и так далее реактивный стак в принципе то же самое только у нас вместо сервлет API сервлетов у нас теперь реактивные стримы плюс у нас контейнеры которые разрешают нам работать асинхронно и не блокирующим с конференцией на g-conf там сравнивали производительность томката и синхронного выполнения и спрингом DC стека и реактивный стек и там был такой слайд что два томката это один то есть при увеличении количества одновременных пользователей наш классический Spring MBC подход начинает деградировать в то время как реактивный подход более эффективно использует имеющиеся ресурсы он более эффективно использует процессор и имеющиеся память ну и вот разница в этих двух подходах то есть Spring WBC блокирующий и синхронный и Spring WAP flux подход не блокирующий а синхронный в котором используется реактор и в нашем примере NET который Spring Boot используется из коробки безболезненная замена и переход на реактивный подход это наш Spring MBC контроллер с с нашим допустим Get Mapping и это наш контроллер который поддерживает реактивность если вы не заметили разницу то разница состоит только в том что NDC возвращает лист реактивный подход возвращает нам реактивный stream флаг то есть во всем остальном в принципе это нам до более знакомые те же контроллеры ну и здесь мы можем увидеть почему разницу работы наши нашего том кэта из стр лет стека где с увеличением одновременно одновременно пользователей параллельных пользователей у нас увеличивается и задержка и происходит деградация нашей эффективности Netty же использует несколько потоков и очередь запросов подписок которые он обрабатывает и более эффективно использует имеющиеся ресурсы как я и говорил нам для наших примеров понадобится Spring реактивная база данных на данный момент Spring Data поддерживает Spring Data Reactive поддерживает уже Redis MongoDB Couchbase и Cassandra мы остановимся на MongoDB и будем использовать в наших примерах и опять же безболезненный переход потому что как вы видите это все те же нам знакомые методы Save, Find, FindAll только здесь уже используются наши реактивные типы данных Mono и Flux ну перейдем демо нашему первому я думаю все знают сайт Spring start Spring IO где мы можем подключать зависимости генерировать проект и я это уже сделал и сейчас сгенерировал проект в котором у нас есть Spring Bootstrap Data MongoDB Reactor у нас есть WebFlux есть Reactor если посмотреть то в WebFlux у нас уже есть Spring Web Spring Web и начнем наверное с нашего описания нашей entity это будет обычный работник с ID с именем и зарплатой вот у нас использование реактивной реактивного репозитория для нашего работника и наш знакомый подход знакомые контроллеры которые нам возвращают всех всех employees из базы данных которые возвращают нам по ID конкретного работника и также я добавил ссылку для того чтобы проверить как работают стримы я создал класс employee event в котором будет у нас работник и дата и после того как мы находим конкретного работника мы его объединяем с другим потоком а именно мы создаем новый поток для задержки в 2 секунды мы создаем поток employee event и в который мы передаем работника и текущую дату дальше мы с помощью оператора zip объединяем эти 2 потока и вытягиваем наш уже employee event попробуем как она работает также я писал тестовые данные при запуске сначала база данных очищается создается несколько тестовых данных все это сохраняется и у нас есть тестовые данные так можно работать еще не включил а вот мы можем с с с с с Спасибо. 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 Вот мы можем получить все наши, и можем получить конкретного МТУИ, и также мы можем проверить наши асинхронные потоки, которые нам отправляются задержкой 2 секунды. То есть здесь, если вернуться к коду, то мы указывали MediaType как TextEventStreamPower. То есть мы возвращаем браузер под данные потоком, которые будут нам прийти, пока мы не отменим подписку. Также Spring нам предлагает альтернативу обычным и нам полюбившимся контроллерам. Именно предлагает нам возможность функционального программирования, подход, похожий как Bangalore, и заменить стандартные контроллеры на функциональные интерфейсы. Раутер функцион, в котором мы будем описывать наши эндпойнты и методы, которые будут вызываться при реквесту на эти эндпойнты. То есть здесь мы можем использовать лямбды, можем использовать ссылки на методы, то есть основные плюшки в восьмой джава, чтобы сделать хоть более чистым и удобно читаемым. Мы в нашем функциональном интерфейсе возвращаем список вот этих вот наших эндпойнтов, где мы можем видеть наши HTTP-запросы и методы, которые будут вызываться из следующего интерфейса. У меня нету здесь слайда. Я вам просто покажу в коде, как это реализуется. То есть пример будет тот же самый, только вместо наших контроллеров будет использоваться метод road, в котором будут описываться наши эндпойнты, и handle, в котором будут описываться методы, в которых будут вызываться в отворении запросов. Для второго нашего демо-примера я создал конфигурацию реактивную, реактивную, в которой вот я описал все те же наши три эндпойнта, в которых ссылка на хендлера с ссылками на методы, которые будут вызываться. Вот наш хендлер, в котором описываются методы, которые формируют, отправляют сначала окей, и потом формируют само тело респонса. И в принципе это вот это вот функциональное веб-программирование, которое нам предложено Spring Data. И следующее, о чем бы я хотел рассказать, это о новом веб-клиенте, который помогает нам использовать и отправлять HTTP-запросы также в реактивной манере, то есть не блокирующей, а синхронно, и с поддержкой реактивных типов потоков. И если сравнивать наш новый веб-клиент, это тот же REST-темплейт, который использовался в Spring MBC в стековой архитектуре, только реактивная, не блокирующая, поддерживает более высокую многопоточность с меньшим использованием ресурсов. Опять же, использует все преимущества LAMM, также поддерживает синхронные и синхронные сценарии, и поддерживает как отправку данных на сервер, так и получение ответов. Как использовать данные нововведения с 5-го спринга? Мы просто указываем, вызываем метод GET или POST, указываем ссылку, проводим, если нам нужны преобразования полученных результатов, и в итоге имеем FLUX или MONO ответ с конкретным классом, в которой мы хотим преобразовать этот ответ. Ну и опять же, если сравнивать схожисти и различия REST-темплейт и веб-клиент, то отличается опять же тем, что классический подход использует нереактивные типы данных, в данном случае LIST, как вы можете видеть. В реактивном веб-клиенте уже используется FLUX или MONO и немножко другой синтаксис, но довольно-таки удобно читаемый и понимаемый. Ну и покажу вам использование веб-клиента. веб-клиенте. Да, еще сделаю сразу... Это у нас был классический подход с контроллерами. И покажу, что он также работает и с функциональным подходом. То есть, допустим, здесь наше приложение. Данные пошли. И сейчас посмотрим на реализацию нашего клиента. Мы описали наши классы employee event. Мы вызвали нашего веб-клиента. Он находится у нас в библиотеке. Мы делаем запрос GET, чтобы получаем все наши существующие employee. Преобразуем наш ответ в FLUX, в котором будут employee объекты. Фильтруем по имени. То есть, в принципе, если мы посмотрим, что мы записали, то у нас один из работников будет с именем Питер. То есть, здесь у нас останется один работник. И мы объединяем через оператор FLATMAP. Объединяем с еще одним ботоком. И делаем запрос, где хотим получить ивенты для конкретного оставшегося работника. Опять же, мы подписываемся и выводим нашу информацию, используя ссылки с лямбду и ссылку на метод FLUX. И также мы покажем, что оно работает асинхронно, не завися от главного потока. Мы добавим еще цикл, в котором мы будем выводить блокирующий вывод и не блокирующий вывод нашего веб-клиента. Так, наш оператор работает на 8080 по опорту. В принципе, запускаем. И вот мы можем видеть наши блокирующие выводы, которые идут в перемешку с нашими асинхронно полученными данными из другого приложения. И оно все... То есть мы, во-первых, проверили, что функциональный подход работает не хуже, чем с классическими контроллерами. и также мы можем проверить еще раз здесь. там, наверное, Олд, Убери и... Да, да, спасибо. Спасибо. Вот мы видим, что данные получили... Данные продюсируются нашим приложением, и мы их можем обрабатывать как в нашем асинхронном веб-клиенте, так и в браузере. Думаю, что это все от меня. Буду рад ответить на вопросы. Постараюсь ответить на ваши вопросы, если у кого-то и имеются. У меня есть вопрос. Подскажи, пожалуйста, как отменяется подписка со стороны браузера? Видит ли этот сервер сразу или с какой-то задержкой? И по какому ивенту? Вот как сейчас ты открыл? Честно, на счет того, как отменяется подписка, я не могу ответить. Но данные перестают производиться, правда ведь, на сервере? Когда ты закрываешь табу. Как я говорил, есть два подхода. Ход и код. В одном случае продюсер будет все равно продюсировать данные и будет отправлять на все подписки, которые есть активные. будет отправлять на все подписки, и даже если не будет никаких подписок, он все равно будет продюсировать данные. Допустим, изменения на котировки цен на бирже. И если появится новая подписка, то она будет получать уже данные, которые последние, самые актуальные. Есть другой случай, когда если нет никаких подписок, то данные не будут продюсироваться. Но вот насчет как отменяются подписки, я не знаю. Браузер автоматически отменяет подписку? Браузер автоматически отменяет, но вот на сервере инициирует это соединение браузер. Когда инициирует соединение, сервер оставляет соединение открытым, и по этому соединению отправляется. Как только браузеру, ну там через JavaScript это делается, и когда браузер закрывает это соединение, то и сервер перестает отсылать. Ну либо, ну, то есть либо закрываешь страницу, либо JavaScript сам отменяет, через эту клоус функцию вызываешь. Это называется сервер сайт events. Понял. Можно погуглить. Я не рассчитываю на экспертизу в этом вопросе. То есть это я изучал для себя, но все равно еще реактивный подход. Это очень, да, один из таких стейтментов, которые были на конференции. То, что классический MVC подход, он, в принципе, намного легче, потому что ты взял, открыл tutorial, прочитал и написал. Реактивный подход сложнее, и его дольше нужно учить, и в связи с этим вырастает стоимость разработки таких вот реактивных приложений. Но зато этот подход выигрывает, если надо сэкономить на железе. Но то, что учить и углубляться в реактивное программирование, надо больше времени потратить. Окей, еще маленький вопрос. А флакс и монообъекты, у них есть какие-то методы, которые бы их превращали в стрим для того, чтобы можно было их передать дальше в какие-то Java API? Да, есть методы, которые конвертируют и флакс в стримы, и стрим-то-флакс. То есть это операторы, то есть есть, я не помню количество, но много операторов, которые покрывают много сценариев, которые нужны будут, могут понадобиться. Окей, спасибо. А у меня еще один вопрос. Можно еще раз там показать тот момент, где мы подписываемся, как вообще происходит. Ну, мы подписываемся, понятно, на вывод, на принтлайн, да. А вот как раз, да, если можно, с этого с ADE-шки. Там вот первый подход, который... Первый подход классический МВС? Да, это по классическому МВС, да. Сейчас посмотрим, там может будет вопрос. В клиенте или в нашем приложении? Не-не, в нашем приложении, в нашем приложении. Я сейчас смотрю, что это здесь нет. Ну, там где конфигурация, при BIN конфигурации. Мы подписывали наши данные на Mongo, на то, чтобы они в Mongo записывались. Ну, показали эти конфигурации, файл конфигурации. Это было у нас во втором подходе. Еще раз, какой вопрос? По подписке. По подписке. Вот когда первый подход был, там был описан... Да. Вот как раз... Вот наш ресурс. Там, там, где main метод у нас находится. Там был BIN. Окей. Да, вот, 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 вот. Это BIN, который добавляет тестовые данные нам. Мы сначала получаем, мы обращаемся к репозиторию, хотим все удалить и нажимаем subscribe. И потом уже записываем туда новые данные. То есть, получается, мы подписались на то, что мы будем выполнять вот такие вот действия, связанные с базой данных. Правильно? Да. И потом опять-таки подписались на то, чтобы вот дальше идет для каждого типа employee, мы его сейвим и опять подписываемся. То есть, мы подписываемся уже на события вывода, правильно? Да. То есть, в первом случае мы подписываемся на события добавления в базу, да, и держим handling. А во втором уже случае для каждого добавленного... То есть, подготовили данные, а для каждого добавленного employee мы подписываемся, чтобы это все вывести на консоль. Я понял. Спасибо. То есть, мы подписываемся для сохранения, но и передаем туда, чтобы вывести то, что мы сохраняем. То есть, получается, мы делаем подписку в подписке? Получается так. Здесь мы вызываем subscribe, чтобы запустить delete all. А дальше мы передаем функцию, которая будет уже работать с другим стримом, и его уже... Ну, то есть, это, я думаю, реализация реактивного подхода. Ну, это каскадность получается. Да, я понял. Каскадность. То есть, для первого delete all мы сабскайп вызвали, да, потому что мы удалили, а следующий уже сабскайпа передает уже, который будет делать сейв. Все, я понял. Спасибо. То есть, это работа с Flux и Mono, и реактивные базы данных, то есть, точнее, Spring Data Reactive, и для выполнения этих функций, то надо подписаться обязательно. То есть, каждый раз, с каждой действия на все подписываемся, то есть, да, удалили, подписались, да, чтобы потом дальше слушать. Сейванули, подписались, чтобы дальше потом видеть. Ну, я понял. Спасибо. Папті, есть еще вопросы для нашего спикера? У меня швидкий коммент. Я трошки маю досвиду використання реактивных аппликаций, как в .NET, так и Rx, Java. Поэтому, я хочу, чтобы все понимали, что, как говорят американцы, there is no free lunch. То, что вы заховали потоки, это означает, что они десь пропали, и что память... И все. Ну, очень хорошо выглядит все декоративно, но под капотом понимаете, как работает реактор, как работают там плановые задачи, как он распределяется, ну, вам придется понимать. Особливо, что тот самый Spring Boot тут достаточно интенсивно используется в микросервисах. Если вы не аккуратно будете это использовать, потому что в любом случае под капотом происходит опферизация, и в любом случае накопечивать какие-то данные, то очень легко получить out-of-memory и завалить свой контейнер через то, что не аккуратно. Очень легко тут написать, там, зачинить, очень много вкладчиков, сделать сабскрайбы, можно даже сделать сабскрайбы, то есть, хоть тут виглядание будет все доброе, но легко сделать блокирование, блокирующие вкладчики, и нужно приховывать эти вещи. Спасибо. Спасибо за комментарий. Так, с одной из сложностей, которую я почув на конференции, это была работа с нейтой, и что, возможно, в принципе, доведется стихнуть с тем, что хендлите и самостоятельно развильняться, працювать с памятью майже, как на Сиплюсах. Если интересно, то это были более сложные примеры, там, по будке криптотрейдинговой платформы, в принципе, уже в открытом доступе, и там использовались веб-сокет-зъединения, и в котором нужно было працювать, как с Рамеданом. Сейчас у меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.